Здравствуйте, с Вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я Руслан Зоркин. Компания, выпускающая оптические приборы под торговой маркой National Geographic, всегда отличалась своим креативным и новаторским подходом при создании всех моделей микроскопов. Сегодня мы рады Вам представить очередную новинку – школьный микроскоп с максимальным увеличением в 1280 крат. Оптический прибор укомплектован особым устройством, позволяющим соединить Ваш смартфон с окуляром. Давайте откроем коробку и посмотрим, как же это удалось реализовать разработчикам компании. Микроскоп поставляется в красочной картонной коробке без пенопластовой формы. Нас приятно удивила богатая комплектация устройства. В упаковке Вы найдете белую коробочку с готовыми микропрепаратами и чистыми стеклами, а также четыре пузыречка, в которых содержится морская соль, яйца артемий, дрожжи и канцелярский клей для самостоятельного изготовления тотальных слайдов. Кроме набора образцов в комплект поставки входят пинцет, пипетка, инкубаторий, микротом, специальный адаптер для подключения смартфона, запасной светодиод, сменная коллекторная линза, сетевой адаптер и пылезащитный чехол. Микроскоп выполнен в черном металлическом корпусе, вес устройства не более 1 кг. Прибор оборудован классической монокулярной насадкой с углом наклона в 45 градусов. Окулярная насадка не имеет возможности поворота на 360 градусов. Стопорный винт, фиксирующий призменный блок, мешает вращению головки. Выкрутив винт, Вы можете повернуть насадку вправо, влево или в противоположную сторону от себя и снова зафиксировать. Окулярная трубка имеет посадочный диаметр 23,2 мм. В нее сначала устанавливается двухкратная линза Барлоу, а уже потом окуляры. Посадочный диаметр окуляров равен 20 мм, меньше чем у окулярной трубки. Следовательно, без линзы Барлоу соединить окуляр и насадку микроскопа невозможно. Комплектные окуляры 10 и 16 крат изготовлены в пластиковом корпусе с металлической юбкой. Оптические поверхности линз не имеют просветляющих покрытий. Окуляр 10 крат выполнен по оптической схеме Гюйгенса. Окуляр 16 крат выполнен по оптической схеме Рамсдена. Для подключения Вашего смартфона к окуляру необходимо воспользоваться специальным переходником. Пластиковый адаптер представляет из себя овальную площадку с множеством маленьких присосок. Присосав смартфон к адаптеру Вы его просто одеваете сверху на окуляр и, включив режим камеры, сразу видите изображение на экране телефона. Адаптер подойдет для смартфонов с диагональю не более 5 дюймов и гладкой поверхностью задней крышки. Микроскоп оборудован трехпозиционной револьверной головкой с предустановленными объективами кратностью 4, 10 и 40. Посадочный диаметр 15 мм, а это меньше общепринятого стандарта в 20 мм, и у Вас нет возможности заменить их на более продвинутые аналоги. Настройка резкости осуществляется путем перемещения предметного столика одной ручкой грубой фокусировки. На увеличении более 800 крат очень сложно поймать фокус и чувствуется необходимость дополнительной рукояти мягкой настройки, которой нет. Предметный столик металлический, с двумя лапками-фиксаторами и без конденсора. Его роль выполняет особое колесо на семь отверстий диафрагм разного диаметра с пятью светофильтрами. Вращая колесо Вы регулируете диаметр светового пучка, попадающего в объектив микроскопа. У оптического прибора две подсветки, верхняя и нижняя. Верхняя служит для наблюдений образцов непрозрачной структуры. Нижняя служит для работы с прозрачными и полупрозрачными материалами. Ручка выбора режима освещения и маховик регулировки подсветки располагается с правой стороны основания микроскопа. Вы можете выбрать один из трех режимов работы освещения. Только нижний свет, только верхний свет или комбинированный от двух источников сразу. Питание осветительного блока осуществляется от сети через двенадцати вольтный блок питания. Микроскоп продемонстрировал хорошее качество изображения в диапазоне от сорока до трехсот двадцати крат. При переходе на сорокократный объектив происходит значительное падение яркости. Используя подсветку на полную мощность, проблема не решается. Сняв с осветительного блока коллекторную линзу, мы получили дополнительную яркость от света диода и изображение вернулось к норме. На увеличении более восьмиста раз наблюдается сильнейший хроматизм. Следовательно, полезное увеличение микроскопа не более восьмиста крат. Сферическая и хроматическая аберрации вносятся как объективами, так и окулярами. Присутствует сильная кривизна поля зрения. Итак, мы завершили тестирование оптики и механики мелкоскопа и смело заявляем, оптический прибор справился с возлагаемыми на него задачами. С его помощью Вы можете изучать большое количество неорганических веществ, любых насекомых, клеточные структуры растительного и животного происхождения, одноклеточные организмы и многое другое. Микроскоп заслужил по нашей шкале 6 баллов из 10 возможных. Мы влепили 4 минуса оптическому прибору за недостаточную яркость подсветки, за объективы и окуляры невысокого класса и отсутствие возможности вращения монокулярной насадки на 360 градусов. Нам очень понравился переходник для смартфона. Он кардинально решает проблему проведения коллективных наблюдений и компенсирует недостатки монокулярной головки. Если у Вас несколько детей, которые постоянно дерутся за право первым посмотреть в окуляр, или дома часто собирается много гостей и друзей, жаждущих заглянуть в микроскоп, то адаптер здорово Вас выручит. С Вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине.